Новости столичной жизни. Свести число муниципальных управлений до минимума, а эффективность работы остальных поднять на максимум. Такую цель поставили перед собой столичные советники от Народной Европейской партии. Они предлагают кардинально изменить систему административного аппарата мэрии. Сегодня фракция НГПМ представила основные этапы реформы, которая сделает работу исполнительной власти в Кишиневе прозрачной и сэкономит немало бюджетных средств. Так сегодня выглядит органеграмма административного аппарата мэрии. В системе полный бардак, объясняют советники из фракции Народной Европейской партии в Мунсовете. Разные управления, одни и те же подразделения, которые выполняют одни и те же функции. При этом, чем занимаются некоторые чиновники, и вовсе непонятно. Зато зарплату они получают исправно. Представьте себе, сегодня в районных притурах есть люди, которые получают 4-5 тысяч леев ежемесячно и занимаются формированием общего имиджа притур. Я прочитал и сам не понял, что это подразумевает. Другая должность – управление деятельностью народных дружин, которые уже не существуют. Сегодня в подразделениях мэрии начальников больше, чем подчиненных. Должности первых народные европейцы предлагают свести к минимуму. Также создать отдельный департамент, который будет администрировать всю муниципальную собственность. В управлениях разных отделов бухгалтерский учет муниципальной собственности ведется с огромными нарушениями. Сегодня мы практически не можем сказать, какими располагаем ценностями, какой собственностью, какова их стоимость и как ими можно распоряжаться. Реформа предполагает также систему единого окна. Она упростит оформление и выдачу документов. Детально углубляться в суть реформы народные европейцы сегодня не стали. Завтра они приглашают коллег, а также всех заинтересованных кишиневцев, обсудить их в рамках publicных слушаний. Другие фракции Муниципального совета Кишинео пока не отреагировали на идеи народной европейской партии. Субтитры создавал DimaTorzok